Сегодня утром на улице Ирошевского появился желтый щит. Это значит, что в этом году здесь начнется ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». На щите размещена основная информация для жителей областного центра. Данные о заказчике и подрядчике, с которыми заключен муниципальный контрактный ремонт, контактный номер телефона, подрядная организация, протяженность участка дороги, на котором будут укладывать новое асфальтобетонное покрытие, сроки работ. По опыту прошлых лет люди звонят и задают компетентные вопросы по поводу, в какие конкретно сроки будет производиться ремонт на том или ином участке данной автомобильной дороги, чтобы заранее предусмотреть парковку своих транспортных средств, либо пути объезда. На предложение замечаний горожан подрядчики стараются реагировать оперативно и принимать необходимые меры. Обратной связи с жителями уделяется не меньшее внимание, чем подготовке к сезону и дальнейшим ремонтным работам. В 2023 году улицу Ярошевского отремонтируют на участке от Маломосковской до Новосадовой. Это порядка полутора километров. Полностью перекрывать проезжую часть не станут. Движение будет организовано по свободным полосам, а работы будут проводиться преимущественно в ночное время. Для обновления проезжей части по всей ширине намерены использовать высокопрочную щебеночно-мастичную смесь ЩИМА-16. На Ярошевского, кроме жилых домов, расположены учреждения дошкольного и школьного образования и другие соцобъекты. Поэтому, не дожидаясь старта основных работ, дорогу здесь, как и по другим адресам, стараются поддерживать в нормативном состоянии. Для этого в рамках содержания улично-дорожной сети выполняется аварийный ямочный ремонт. На улице Ярошевского литым асфальтобетоном работы велись минувшей ночью. В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Самаре в этом году будут отремонтированы 42 улицы общей протяженностью около 43 километров. С учетом последних корректировок в перечне объектов для обновления вошли мост Южный путепровод, в створе улицы Аврора, улица Шоссейная и другие. По результатам мониторинга были скорректированы планы, но в результате этих корректировок не пострадал ни квометраж, ни метры квадратные, которые мы собираемся отремонтировать. Ни количество улиц, поэтому у нас все идет по плану. И данные корректировки позволят отремонтировать наиболее разрушенные участки автомобильных дорог. Перед началом масштабной ремонтной кампании идет активная подготовка. Помимо установки информационных щитов продолжают геодезическую съемку улиц, закупают материалы. Бригады уже сформированы. Также подрядчики и городские власти согласовывают планы с ресурсоснабжающими организациями. Прежде чем организация-подрядчик выйдет на замену асфальтобетонного покрытия, данный участок автодороги согласовывается с ресурсоснабжающими организациями в части того, чтобы не было произведено уже после замены асфальтобетонного покрытия каких-то вскрытий. Все работы по перекладке инженерных коммуникаций произведены будут до устройства нового асфальтобетонного покрытия. Синхронизацию работ обсудили на совместных совещаниях. В частности, один из объектов, где предстоит приводить в порядок трубы, это улица Береговая. Она входит в перечень объектов ремонта на средства нацпроекта. С началом дорожного строительного сезона в первую очередь подрядчики приступят к работам на Южном мосту, путепроводе «Авроре» на улицах Береговой и Уральской. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.